За последние сутки в России выявлено 1175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Официально известно, что в стране по данным на 8 апреля 8672 зараженных. За время пандемии умерли 63 человека. Нинецкий автономный округ остается в числе четырех регионов, где заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено. 17 жителей Наринмара, прибывших из зарубежных стран, продолжают находиться на самоизоляции. Однако не все самоизолированные готовы соблюдать режим карантина. На этой неделе за нарушение режима изоляции из Управления внутренних дел по Нинецкому автономному округу поступило три материала. Граждане, нарушившие изоляцию, будут привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Административное наказание подразумевается по этой статье в виде штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Таким образом, в настоящее время уже 9 человек в Наринмаре нарушили строгие правила самоизоляции. Между тем, сегодня Управление Роспотребнадзора по Нинецкому округу направило предложение в Рио губернатора о введении режима самоизоляции для жителей округа, прибывающих из других регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Если такое решение будет принято, то оно коснется малого количества жителей региона, поскольку авиакомпании массово начали сокращать рейсы из-за низкой их загрузки. Авиакомпания «ЮТЭР» по направлению Москва-Наринмар-Москва отменила рейсы 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 и 30 апреля. Авиакомпания «СмартАвиа» по направлению Архангельск-Наринмар-Архангельск отменила рейсы 10, 13, 15, 17, 19, 20 и 27 апреля. По всем вопросам, касающимся возврата денежных средств за билеты, обращаться по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Звонок бесплатный. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».